Я приветствую своих жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». В прямом эфире мы отвечаем на ваши вопросы. Ну и, конечно же, говорим о новинках законодательства в нотариальной деятельности, в нотариальной сфере. 202.11.22. Именно по этим телефонам прямого эфира мы ждем ваших вопросов. А сегодня на ваши вопросы отвечает консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Здравствуйте, Полина. Добрый вечер. Ну что же, как я уже сказала, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. Звоните. Добрый вечер. Проконсультируем вас в нашей программе «Территория права». Ну и начинаем с изменений законодательства в нотариальной деятельности именно по наследству, которые вступили в силу с 1 сентября 2016 года. Расскажите, пожалуйста, Полина, о них подробнее. Да, с 1 сентября 2016 года были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые изменяют время открытия наследства и порядок наследований лиц, которые умерли в один и тот же день. Напомню, что ранее в редакции Гражданского кодекса до 1 сентября 2016 года лица, умершие в один и тот же день, они признавались умершими одновременно и не наследовали друг после друга. Сейчас временем открытия наследства признается момент смерти гражданина. В данный момент будет указано свидетельство о смерти на основании медицинских документов. И, соответственно, лица, которые умирают в один и тот же день, если возможно установить время смерти, будут наследовать друг уже за другом. Спасибо. У нас есть звонок на линии, мы его принимаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. В территории прав. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне 75 лет, я жительница города Самары. У меня вот такой вопрос. В городе Шкар-Але у меня жил племянник. Он скоропостижно 19 сентября скончался. Жили они с матерью в коммуналке, две там были комнаты. При жизни она и одну комнату сделала на него, то есть оформила счет и счет там отдельно. Мать умирает, она тоже алкоголичка была и племянник алкоголик. Но племянник сожидывал с одной женщиной там. Ну, короче, когда он прекращал пить, она его брала к себе. Он зарабатывал деньги, естественно, деньги себе забирал. Как только он начинал пить, она его выгоняла в эту критушку. И вот он очень сильно заболел на почве алкоголизма, у него заболела печень. И я ему позвонила и спросила, Олег, ты на кого-то комнату записал? Он мне резко ответил сначала, что на Тоню, потом в следующий раз сказал, что на кого, в общем, непонятно. 19 сентября он в Карпатижне умирает. На похороны едет моя дочь и моя сестра, она живет в Горьком. Я ехать не могу, потому что у меня ноги болят и спина болит. Я уже пожилой человек. А вопрос ваш в чем состоит? В чем вопрос? Нельзя ли опротестовать, если он действительно на нее зацелет в комнату, опротестовать, чтобы мы были наследниками с сестрой? Признать завещание недействительным, если таковое имеется. Правильно мы поняли ваш вопрос? Ну вот она на него не показалась. Сестра у нее спросила, она говорит, Тоня, покажи завещание. Она говорит, а ноги документа, они лежат у моей дочери. Понятно. Спасибо большое. Ну, соответственно, сначала нужно точно удостовериться, есть ли завещание. Для того, чтобы проверить наличие завещания, вы вправе обратиться к любому нотариусу Российской Федерации с оригиналом свидетельства о смерти. Данная информация вам будет предоставлена. Сейчас все завещания хранятся в единой информационной системе нотариата. И если же такое завещание имеется, для признания его недействительным должны быть основания четкие. То есть это либо несоблюдение формы, либо порог воли завещателя. Это достаточно очень сложно доказать. Но, конечно, у вас есть право обратиться в суд за признанием завещания недействительного. Вы должны понимать о том, что у вас должны быть основания признания его недействительным. То есть это либо он не понимал значения своих действий, совершал состояние алкогольного опьянения, либо обладал какими-то психическими расстройствами. Но, насколько понятно, он просто страдал алкоголизмом, и никаких психических расстройств у него не было. Ну, право это есть. Но потом надо понимать, что нотариус никогда не примет завещание, будучи человек, если в нетрезвом состоянии. Да, безусловно. Нотариус при удостоверении завещания, он обязан проверить дееспособность гражданина, проверить его волю, и именно в связи с этим и введена нотариус форма удостоверения данного документа. Потому что после смерти очень сложно определить. Попробовать можно. Полина, ну да, вы еще сказали и о том, что если есть оригинал свидетельства о смерти. Если же нет, то тогда и узнать, есть ли завещание невозможно. Да, потому что тайна завещания открывается со смертью завещателя. И для того, чтобы проверить факт смерти, единственным документом является это оригинал свидетельства о смерти. Спасибо большое. Я думаю, уважаемые телезрительницы, вам понятно. Понятен ответ на ваш вопрос. Мы принимаем звонок следующий. Алло, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы приобретаем общество с ограниченной ответственностью. Документы у нас все проверены, но существуют некоторые риски покупки бизнеса с убытками. Вопрос, собственно, в том, как можно ли себя обезопасить при покупке фирмы. Спасибо. Вопрос интересный. Ответите. Да, вопрос достаточно интересный, актуальный. Потому что при покупке доли в ООО всегда встает вопрос о убытках данного общества. Если, соответственно, вы предприняли какие-то меры для проверки наличия этих убытков, если данных убытков нет, это не исходит ни с какой документации, вы вправе обратиться к такому институту гражданского права, договорного права, как о заверении об обстоятельствах. Данный институт был введен в 2015 году, очень удобен именно в том плане, что в случае, если лицо заверяет об обстоятельствах, которые имеют существенное значение для гражданина, и впоследствии оказывается, что данные изверения, они недействительные, то, соответственно, сторона нанесет убытки, и данный договор может быть признан недействительным. Спасибо большое. Продолжаем наш прямой эфир. Продолжайте, пожалуйста, к нам дозваниваться по телефону студии 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире, принимаем еще звонок, алло, говорите, вы на связи. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, у меня был муж военный, убудился в запасе подполковника, но мы с ним развелись. И вот полгода назад он умирает. Мне, как вот, больше жене что-нибудь имеет, ну, по наследству, что ли, какое-то право или нет? Спасибо. Смотрите, если вы на момент смерти уже стояли, ваш брак был расторгнут. Официально расторгнут. Официально расторгнут. Там, либо в судебном порядке. То есть, если у вас есть свидетельство о расторжении брака, либо решении суда, соответственно, вы не являетесь наследником в первой очереди. Но, так как, если же в вашем браке было приобретено какое-либо имущество, то вы имеете право на одну-вторую долю в имуществе, приобретенном в браке. Соответственно, вы, как переживший спруг, можете подать заявление нотариусу о выделении доли этого имущества. А что нужно сделать? Куда обратиться? Также нужно выяснить, открыто ли наследственное дело после умершего гражданина, и подать заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Соответственно, как узнать? Вы можете обратиться в нотариальную палату для данной информации. Ну, в принципе, да, единственный способ обратиться в нотариальную палату. И там уже консультант подскажет. Ну, а телефоны с сайта нотариальной палаты периодически появляются на ваших экранах, уважаемые телезрители. Возьмите их себе на заметку. Они вам, безусловно, пригодятся. Вы можете в рабочее время позвонить по телефону, и консультанты вас проконсультируют по всем интересующим вопросам. Мы продолжаем наш прямой эфир. Дозванивайтесь к нам. И вот, учитывая актуальность темы оборота недвижимости, хотелось бы еще раз напомнить, в каких случаях необходимо обращаться к нотариусу при отчуждении недвижимого имущества? Федеральным законом от 29 декабря 2015 года 391 и от 2 июня 2016 года 172 были внесены изменения именно в оборот недвижимости и предоставлены широкие полномочия для участия нотариуса. Сейчас обязательно нотариальные формы подлежат всей сделке по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, даже при отчуждении всеми участниками долевой собственности имущества по одной сделке. Также нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину и гражданину признанно ограниченно дееспособным. И третье – это вид сделок по отчуждению, то есть сделки на условиях опеки. От 2 июня федеральным законам были внесены изменения и исключены удостоверения сделок по отчуждению земельных долей по купли-продаже и сделок на условиях доверительного управления. Спасибо. Принимаем звонок. У нас есть дозвонившиеся телезрители. Вы в прямом эфире. Слушаю вас. Говорите, алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. У меня мама живет в Зовчениновске в чатном доме. Она оформила завещание на дочь. Но там прописано еще снаха и племянник. Имеет ли он право, не входя в завещание, на какую-то долю от этого завещания? А дом оформлен, право собственности на мать армистрировано? Мы живем в частную собственность матери, да. Так, соответственно, уточните, кто еще проживает там? Дочь? Снаха и племянник. Снаха и племянник. Племянник матери, правильно? Ее сын, да. Ее сын. Да, да. У него какой возраст сейчас? У него внук матери. Бабушка, правильно. Собственнику какое родственное отношение имеет? Внук? Внук. Сын умер. Так, соответственно. Сын умер, и внук остался там прописан. Так, понятно. Ну, если бы он был еще наследником первой очереди, имел бы право на обязательную долю. Для наследования, если есть завещание, возможно наследование по обязательной доле. Если на момент смерти будет установлено вступившим в законную силу решение суда о том, что данный внук находился на иждивине, что, скорее всего, будет в ряд, потому что сам наследодатель уже является пенсионным возрастом, то только в этом случае он может иметь какое-то право. Ну, сказали, завещание не оформлено на дочь, поэтому... Да, так вот, если есть наследование по завещанию, то приоритет для наследования по завещанию, и, соответственно, уже такой вариант с обязательной долей, но на это тоже должны быть основания, которых, я поняла, нет. Да. Ну, и более точную, подробную информацию можно уже уточнить, придя свидетельством, правильно, к нотариусу, и сразу уже станет все ясно и понятно. Спасибо большое. Мы продолжаем наш прямой эфир. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители, 202.11.22. Ну, а мы продолжаем. Полина, вот законодатель создает все более удобные для граждан условия совершения сделок. Какие преимущества существуют при нотариальном удостоверении сделок? То есть обязательно ли, проще говоря, идти к нотариусу за их удостоверением? Да, законодатель, оценив именно ситуацию с долями в праве собственности на рынке недвижимости, с захватами рейдеров, с продажей микродолей, затем выселения собственников, а также именно проблемы с имуществом несовершеннолетних, с защитой данного имущества, он именно ввел данную обязательную форму для нотариальных сделок, которые я озвучивала ранее. При обращении к нотариусу, нотариус проверяет и обеспечивает прозрачность сделки. То есть он проверяет принадлежность данного имущества. В случае при отчуждении доли он проверяет надлежащее извещение со собственников, соответственно, соблюдение их прав, потому что если данные права не будут соблюдены, существуют риски признания данных сделок недействительных, что, соответственно, ни продавцу, ни покупателю не нужно. И что отрадно заметить, вот федеральный закон 29 декабря, он вводил сделки только по купле-продаже, обязательно нотариусу, что в отношении несовершеннолетних, что в отношении участников долевой собственности. И только со 2 июня удостоверения подлежат сделке все по отчуждению. То есть нельзя уже обойти путем дарения, либо мены, обязательно нотариальную форму. Также нотариус, соблюдая все нормы закона и проверяя их, например, при дарении он обязан проверить, не является для данной сделкой притворной. То есть зачастую в обход налогообложений и так далее, люди там уменьшают, либо делают просто дарением, и меняют, соответственно, свои обязанности на уплату налогов. Нотариус обязан проверить притворные сделки, потому что также притворная сделка, она является оспоримой и обязана, может быть признана недействительной. Также законодатель, он предусмотрел право и сокращенные сроки для государственной регистрации, что тоже немаловажно. И вообще право нотариуса подавать документы на государственную регистрацию и, соответственно, сокращать временные затраты для граждан, что тоже очень удобно, потому что сроки для государственной регистрации по нотариально-удостоверенным сделкам оставляют 3 рабочего дня, если сделка подана в электронной форме, всего лишь один рабочий день, что очень удобно, в том числе для иногородних граждан, через нотариус передал, не знаешь никуда идти. Соответственно, пришел к нотариусу, уже свидетельство получил, и можешь, соответственно, уезжать в свой родной город. Также законодатель, он обеспечил более удобное обращение к нотариусу. Ранее сделки по отчуждению недвижимого имущества удостоверялись именно у нотариуса того нотариального округа, где находилось данное недвижимое имущество. Сейчас, например, мне квартиру в каком-либо муниципальном районе, там, в Венчугском или так далее, вы, проживая в Самаре, вам не обязательно обращаться и ехать к нотариусу того района. Вы можете обратиться к нотариусу города Самары и спокойно все, в правом собственности, оформить. Да, это очень удобно. Принимаем звонок от телезрителей. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас такая ситуация. Мы с мужем собрались... Алло. Алло. Да, да, слушаем. Мы с мужем собрались продать квартиру. Квартира оформлена на меня. Пришли к нотариусу, он отказывает нам. Но при этом ареста на квартиру не наложено. Нотариус объясняет это тем, что мужа банкротят, и квартиру продавать нельзя. Но квартира оформлена на меня. Разве нотариус прав? Спасибо. Так, ну, поскольку квартира приобретена в браке, насколько я поняла, то, что она оформлена на вас, вы являетесь титульным собственником, не означает, что вашему супругу не принадлежит право на одну вторую долю в данном имуществе. И, к сожалению, или к счастью, новым законом несостоятельности банкротства введен запрет в зависимости от стадии данного процесса, данной процедуры банкротства, на совершение сделок по отчуждению имущества. Соответственно, если нотариусу стало известно, что вы собираете продавать данное имущество, но оно принадлежит, там, одна вторая собственность, собственность вашему супругу, проверив сведения о возбуждении процедуры банкротства в отношении вашего супруга. А нотариус проверяет и эти сведения? Да, нотариус обязан проверять сведения при удостоверении доверенности, при удостоверении решения общих собраний, при удостоверении сделку. Он обязан проверять, практически при каждом нотариум действий сейчас, да, нотариус обязан проверять данные сведения. Если он, соответственно, обладает данными сведениями, совершить данную сделку, он не вправе удостоверить. Спасибо большое. Продолжаем наш разговор. Время еще есть. Дозванивайтесь, уважаемый телезритель. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире. И на ваш вопрос сегодня отвечает консультант нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Мы слушаем вас. Алло, вы у нас на линии. Говорите, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Здравствуйте. У меня при жизни с мужем муж свою долю оформил на меня завещанием. Потом он умирает. И, значит, я должна вступать в право наследства на эти доли. Но дело в том, что есть у него от первого брака сын, которому 33 года. Имеет ли право он оспорить завещание мужа? Спасибо. Ну, как я уже говорила ранее, право оспорить завещание всегда имеется, но должны быть установлены законы основания на это. Опять-таки, возраст 33 года обязательно доли наследства он, скорее всего, тоже не имеет, потому что вряд ли стояло на иждивении. Соответственно, вам необходимо вступать в наследство, и прав, я думаю, не будет в него. Спасибо большое. Ну, как вы уже отметили, обязательно нотариальному удостоверению подлежат сделки по продаже долей в праве собственности. А вот какие особенности существуют при заключении этих сделок? При заключении сделок по отчуждению доли. Согласно статье 250 гражданского кодекса, при отчуждении доли в праве, при продаже, здесь очень важно, именно при, тоже быть, договор купли-продажи, при продаже доли в праве собственности на недвижимую имущество постороннему лицу, то есть не участнику данной долевой собственности, у остальных участников возникает преимущественное право покупки. Данное право участника долевой собственности, он должен реализовать в течение 30 дней с момента извещения лица, который отчуждает эту долю, соответственно, совершить какие-то действия по приобретению данного имущества. Сделку по отчуждению доли постороннему лицу можно удостоверить и до истечения этого 30-дневного срока, если будут представлены нотариально удостоверенные, возможно, в письменной форме отказы от преимущественного права покупки. Отказ от преимущественного права покупки является бесспорным подтверждением того, что лицо извещено о предстоящей продаже и, соответственно, у него нет намерения приобрести данную долю. Существует некоторая сложность с направлением извещений именно в части определения адресов адреса доставки, поскольку данное извещение является юридически значимым сообщением и применяются нормы ст. 165 гражданского кодекса, исходя из которых адресом доставки является место жительства гражданина или место его преимущественного пребывания, а также иной адрес, который гражданин указал сам, например, даже в том же договоре. Если лицу, который отчуждает неизвестное место жительства, место преимущественного пребывания, данное сведение, это тема, возможно получить из Единого государственного реестра прав, также Федеральной миграционной службы. Я извиняюсь, Полина, кто эти сведения запрашивает и кто их получает, нотариус либо гражданин? Данное сведение получает гражданин. То есть гражданин предоставляет адрес доставки нотариусу, и нотариус уже, ну, либо гражданин сам извещает за собственников, либо он осуществляет извещение через нотариусу, что тоже очень удобно и более достоверно, потому что нотариус сам контролирует процедуру доставки, процедуру получения данного сообщения, осуществляет помощь в составлении данного сообщения, потому что при составлении извещений очень важно указать существенные условия заключения договора, то есть указать объект, указать обязательную цену, за которую продается данное имущество, а также иные условия продажи, это вопросы о рассрочке передачи имущества, если продажа осуществляется, оплата осуществляется с рассрочкой платежа, вопрос наличия залога данного имущества, все также необходимо указывать в извещении. И, соответственно, нотариус, контролируя и осуществляя помощь в составлении извещения, направляет его посредством почтовой связи, либо иным способом, определенными сторонами, и, как я уже говорила, отслеживает процедуру получения. Спасибо большое. Есть у нас звонок, мы слушаем вас очень внимательно, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Вот хотелось бы задать вопрос, мы с супругом развелись, вот 5 лет назад, квартира была оформлена на меня, никаких споров у нас мужа на сегодняшний день нет, собираюсь продать квартиру, и у меня возникла приостановка при регистрации, сказали, что нужны брачные договоры, соглашение о разделе имущества супругов. Мы обратились к адвокату, сказали, что приостановка незаконна, так и прошло больше трех лет с момента развода с супругом. Вопрос, мне как бы нужно идти к нотариусу или нет, вот мне не разошлись, подскажите. Да, вот вопрос очень интересный, часто возникает на практике. Большое заблуждение в том, что при прекращении брака уже автоматически определяется режим совместно нажитого имущества. Это не так. Если вы во время брака, либо после его заключения, во время брака в брачный договор, либо после заключения соглашением о разделе, либо в судебном порядке не определили режим имущества совместно нажитого, то на него сохраняется режим совместной собственности. Здесь не важен срок, три года вы заключили брак, либо пять лет назад режим совместной собственности, он сохраняется. Вот эта вот трехлетняя норма, она привязана к статье Семейного кодекса, в которой указано, что иски о разделе имущества, они могут рассматриваться в течение трех лет, но с момента, когда лицо узнало нарушение своих прав. Соответственно, данный срок, он не привязан к моменту расторжения брака. И в данном случае вам необходимо определить режим имущества. Соответственно, при расторжении брака это возможно сделать только соглашением о разделе наследственного... ой, соглашением о имущество нажитого совместном браке. Соответственно, да, к нотариусу вам необходимо обращаться, потому что соглашение о разделе имущества, оно подлежит обязательно внутреннему удостоверению. Вот как раз и телезрительница предварила мой вопрос о том, что требуется согласие супруга на заключение сделок с недвижимостью. Да, имущество нажитое совместном браке в рамках статьи 35, оно находится в совместной собственности и на распоряжение таким имуществом, ну, недвижимым, то есть для совершения сделок в внутренней форме, для распоряжения имуществом права, которые зарегистрированы в государственных реестрах, это, соответственно, государственный реестр прав на недвижимое имущество, государственный реестр юридических лиц, то есть это доля в основном капиталь, и, насколько я знаю, это государственный реестр маломерных судов. На все вот эти объекты имущества при совершении сделок с ним необходимо согласие супруга, поскольку имущество является совместным нашим. Спасибо, спасибо, Полина Сергеевна. Следующий звонок у нас есть от телезрителей, мы слушаем вас очень внимательно. Алло, говорите, здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос? Вы знаете, я долгие годы встречаюсь с человеком, ну, просто чисто такие дружеские отношения. Вот недавно я услышала такой разговор, говорит, паспорт не в Риме, она так часто болеет, я, может быть, поухажу хоть за ней, хоть квартира останется. И вот меня это так насторожило, у меня еще есть сын, хоть он в разводе, супруга, у меня есть внук, у меня есть двоюродные, троюродные сестры, и мне это очень насторожило. Может ли этот человек как-то со временем воспользоваться моей квартирой, там, моим, все то, что я имел, или нет? Ну, вы не в законном браке с ним состоите. Нет, нет, просто чисто такие, мне уже много лет, мне 60 лет, у меня муж умер, а он уже намер, лавраки чисто, такие дружеские отношения, муж тоже 70 лет, мне 60. И вот я недавно скотит услышала, меня так это расстроило. Успокойтесь, сейчас вас успокоят законно. Да, поскольку без вашего волеизъявления никто не вправе распорядиться вашим имуществом, соответственно, для того, чтобы каким-то образом квартира перешла от вас к любому другому собственнику, необходима ваша воля. Будь то там договор купли-продажи, либо договор ренты, либо завещание, все это, соответственно, оформляется, и договор ренты, завещание вообще удостоверяется у нотариуса. Оформляется при жизни, да, вашей волей. Необходима ваша воля. Соответственно, если вы находитесь в здравом месте, здравом помните, то никто вас не сможет лишить вашей собственности. Да, если же сами не составляли завещание и каких-то иных документов, которые... Которые способствуют переходу права. Да, переходу права собственности. Три минуты у нас до конца нашего разговора. К сожалению, мы звонки больше принять не сможем, но следите за анонсами нашей программы. Наша программа выходит всегда в прямом эфире, и в следующей передаче обязательно все ваши звоночки примем, уважаемые телезрители. Вот как проще и быстрее подать документы после сделки на государственную регистрацию, Полина? Как я уже говорила, большим бонусом на реальное удостоверение является возможность нотариуса предоставлять документы на государственную регистрацию. С 1 января 2017 года планируется взаимодействие с Росреестром только в электронном виде. Соответственно, после удостоверения сделки нотариус в электронной форме будет подавать документы на государственную регистрацию. И после осуществления регистрации в течение одного рабочего дня, я повторюсь, уже нотариусу возвращается выписка из государственного реестра прав, и нотариус путем равнозначности документа уже удостоверяет данную выписку и отдает ее новому собственнику. Процедура очень удобная для граждан, не стоит ни в каких очередях, соответственно, никуда ходить, только обращаетесь к нотариусу и получаете уже новую выписку из реестра. Даже напомню о том, что сейчас свидетельства о праве собственности уже не выдаются, а из реестра выдается выписка. Полина, вот еще успею задать, наверное, один из часто задаваемых вопросов. Возможно ли вернуть все обратно по нотариально удостоверенному договору, и каков порядок? Порядок расторжения договора, он предусмотрен общими правами гражданского законодательства. При расторжении существует два момента. Либо он расторгается в договор по соглашению сторон, либо он расторгается в судебном порядке при несогласии одной из сторон. Для расторжения, соответственно, должны быть определенные условия для обращения в судебном порядке, одним из которых, к примеру, является неисполнение сторонами условий обязательств договора. Возьмем простой пример, в договоре при продаже. Здесь очень тонкий момент, что договор считается исполненным с момента передачи имущества и передачи денег. То есть при государственной регистрации права и передаче денег данный договор уже расторгнуть невозможно. Потому что расторгать возможны только неисполненные договоры. Соответственно, если право собственности у вас уже зарегистрирован, переход права, и оплата произведена, в договоре указано о том, что оплата произведена до подписания договора, либо во время подписания, соответственно, уже расторгнуть такой договор не представляется возможным. Ну что же, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за ваши профессиональные советы. Спасибо, что ответили на все вопросы от телезрителей. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Следите за нашими анонсами и встретимся в прямом эфире. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...